Там, где Асланбейг Хуштов, там всегда отличное настроение. Нет, это не фотография, это видео. Асланбейг, с чем связаны яркие эмоции? Я буду рад видеть друзей своих, соперников на ковре, а по жизни друзей. Они попытались заставить расплох? Они будут меня на ковре все время вызывать, я не соглашаюсь. Я думал, будет продолжение, а ничего не получается. Да, у них по молодости не получается, хотя старика сейчас загнать. Кто старик? Я старик. Отлично выглядите, молодость. Спасибо, дорогие. А вообще, что помогает в такой отличной форме сохранять себя? Нет, я тренируюсь, форму держу, с молодежью, поэтому они дают часа мне. А с кем есть ли секрет? С Муратом Кардановым? Ну, к сожалению, у него редко приходится приходить в завод, потому что у нас же большой ученевник, поэтому он редко приходит. А так... Анюар Гидуев, не? Анюар, да. Мы с ним в лейбе играем два раза в неделю. С Уришевым, с Гидуевым, и поэтому нормально все. Как вам уровень чемпионата, и кто порадовал из борцов? Нет, вообще класс, и вот я честно скажу, давно не было соревнований, сейчас соскучился по борьбе очень, и вот смотрю на Мусу, как Муса вернулся, старичок, и так джазу дает, молодец. От схватки в схватки прибавляет? Да, ну да. Приборьк, конечно, он давно не борос, и тяжеловато, конечно, так сразу. А вот у вас был когда-нибудь такой же период? И был ли какой-нибудь прецедент, когда вы возвращались после болезни? И не все получалось, может быть? Да, после операции, когда я министик сделал, допустим, год вообще не выступал, и реально тяжело было. Как бы ты ни тренировался, если не участвуешь на соревнованиях, там совсем эмоции другие, поэтому ты устаешь. А когда вот так пару стартов взял, уже в себя пришел, уже нормально. А вот в этот момент, когда ты еще не на 100% в тонусе, но выходишь уже на ковер, как себя мотивируете? Что себе говорить или что нужно делать, чтобы... Ну, тут уже знаешь... С минимальными потерями. Да, тут уже как бы сам с собой борешься. И вот, а, Гасланбек, смотри, проиграть нельзя. А можно какую-нибудь интересную историю из вот похожего, вот, может быть? У меня такой случай был, я после Европы, когда чемпионат Европы выиграл, с Белоруссом боролся в Германии. И он меня так порвал в Германию на турнире, это после Олимпиады был сразу в руку. После Олимпиады я же полгода министировался, это первый старт в Дортмунде. Я ему проиграл, и он так радовался. Я говорю, я пойму, что надо бороться, а тело не слушается. И думаю, хорошо, потом еще посмотрим. А мы встретились в Баку, значит, от Европы. И вот тогда я ему мастер-класс показал. И что там было? В 8 часов? В 6 часов, до свидания. До свидания. А вот история была, помните, мы ее часто рассказывали по поводу вашего паспорта и вашей Олимпийской поездки. А это реально так и было? Это реально было. А можно еще раз вспомнить, как садить в самолет? Да. Я еще в самолете очень хорошо сплю. А тут сел в самолет и не могу уснуть. Я думаю, что-то не то. И раз по карманам, паспорта нет. Я сразу в Ансор, мы прилетели. Куда прилетели? Я говорю, паспорт потерял. Он мне не дал, ну как бы, что он переживает, волнуется. Самолет уже взлетел или что? Мы уже летим, все. В Пекин, да? Да. И он говорит, расслабься, ничего, нормально, не переживай. Я уснул. Он пока с пилотом, пилот связался с аэропортом, там нашли, через Москву передали. Пока спали в полете, паспорт не снился? Нет. Фотография. Я как владенец спал. А может быть, это хороший знак был, да? То, что теряя паспорт, вы все стрессы оставили там. Прилетели туда, расслабились, раскрепостились. Ай, доктор, приветствую, дорогой. Так что нужно просто раскрепоститься. Надо расслабиться. Мы с вами расслабимся. Как Буасярс Айти говорил, надо расслабиться и получать удовольствие от того, что ты делаешь. 100%. Вот мне кажется, вы всегда получаете удовольствие от того, что вы делаете. Ну, понимаешь, когда ты любишь свое дело, ты удовольствие получаешь от этого. А я всегда получаю удовольствие от интервью с Асланбеком Кушевым. Спасибо. С которым всегда приятно иметь дело. Спасибо большое. Спасибо.